Девушки отдыхают Везде не все бийские автоперевозчики поддержали решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. 16 плюс. Списки литературы для летнего чтения ставят бийских библиотекарей в тупик. Добровольная вакцинация. В ближайшее время Алтайский край надеется получить вакцину от коронавирусной инфекции. Итак, мы начинаем. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельной аварии, которая случилась на федеральной трассе недалеко от Бийска. Легковушка, которая ехала в сторону Бийска, залетела под встречный грузовик. В ДТП погибли три человека. Это видео снято на автомобильный регистратор. Вот он, тот самый момент дорожно-транспортного происшествия. Иномарка на большой скорости вначале выезжает на обочину, а после врезается в грузовик. В салоне находились три человека. Все погибли до приезда сотрудников скорой помощи. Что именно могло стать причиной аварии, пока не ясно. Однако не исключено, что водитель мог уснуть. За рулем находился водитель 92-го года рождения. Добавим, что на заднем стекле автомобиля была надпись «Не торопись!» Наверху принимают круглосуточно. Ну, скорая уже все, наверное, четко. Скорая. Жители поселка Химиков завтра, 4 августа, останутся без горячей воды. Отключение будет недолгим. Уже к вечеру водоснабжение, как обещают, энергетики будет восстановлено. Горячей воды не будет у тех, кто проживает в Приобской части города, в границах от улицы 8 Марта до переулка Мартьянова. Это больше ста домов. Отключение связано с ремонтными работами на магистральных сетях в районе городского дворца культуры. К земляным работам энергетики приступили уже сегодня, а завтра в половине девятого утра произведут отключение для того, чтобы устранить дефект на поврежденном участке. Завершить работы планируется в 8 часов вечера. В ближайшее время в Алтайском крае надеются получить вакцину против коронавирусной инфекции. Уже известно, что процедура эта будет исключительно добровольная. Прививать от коронавируса в обязательном порядке никого не намерены. Вакцина ожидается в конце августа. Должны будем провести иммунизацию населения достаточно быстро, потому что вслед за вакциной против гриппа поступит вакцина против, мы надеемся, и ожидаем вакцины против новой коронавирусной инфекции. Для того, чтобы нам успеть привить население и против одной инфекции, и против второй, нужно проводить очень организованную и очень оперативную иммунизацию. Сейчас предстоит понять, как проводить иммунизацию в нынешних условиях, ведь работа поликлиник в штатном режиме начнется лишь на третьем этапе снятия ограничений. В Роспотребнадзоре не исключают, что прививки будут ставить и на рабочих местах, но там, где есть для этого все необходимые условия. Ожидается, что российская протестированная вакцина поступит в регион сразу после прихода вакцины против гриппа. А теперь о ситуации с коронавирусом за минувшие сутки. В нашем регионе зарегистрировано 107 новых случаев. Большой прирост в Барнауле. Там заболевших больше полусотни. В Бийске 8 человек. На сегодняшний день в Алтайском крае почти 2000 инфицированных. Из них 898 находятся в госпиталях. Остальные лечатся амбулаторно. Тяжело больных в Алтайском крае 108. На аппаратах искусственной вентиляции легких – 29. Отметим, что за минувшие три дня в нашем городе зарегистрировали 36 новых случаев. Только во вчерашней сводке оперативного штаба в Бийске COVID-19 подтвердили у 20 человек. В Наукограде с начала пандемии зарегистрировано всего 748 человек. В эфире информационная программа «Будни». И мы продолжаем. Вот о чем мы расскажем дальше. 22 рубля не везде. И почему не все бийские автоперевозчики поддержали решение о повышении стоимости проезда в общественном транспорте? 16+. Списки литературы для летнего чтения оставят бийских библиотекарей в тупик. В чем проблема, расскажем буквально через пару минут. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 7,65% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. Бийск. Коммунарский 16. Дробь 1. Подробности по телефону. 8 800 201 0058. С 1 августа в нашем городе выросла стоимость проезда в общественном транспорте. Однако не все автоперевозчики Бийска поддержали такое решение. На двух маршрутах по-прежнему сохранилась стоимость проезда в 20 рублей. С 1 августа стоимость проезда в городском транспорте выросла на 2 рубля. И теперь вместо 20 придется выложить 22 рубля. Однако на некоторых маршрутах, в частности 55 и 77, стоимость проезда решили не повышать. Как пояснил нам автоперевозчик, сейчас и без того время тяжелое, и у людей денег совсем нет. Так зачем еще и цену билета поднимать? Стоимость проезда в 20 рублей перевозчику хватает и на бензин, и на зарплату экипажу, пояснил Юрий Мутысович. Отметим, что на данных маршрутах сохранение прежней цены проезда наблюдается уже не впервые. Списки литературы для летнего чтения ставят бийских библиотекарей в тупик. Мало того, что не все заданные на каникулы произведения можно найти даже в интернете, так еще и возрастной ценз часто не совпадает. Подробности расскажет Марина Волкова. В прошлом году сюда, в Центральную детскую библиотеку, ежедневно с летним списком литературы обращались до сотни школьников. Сегодня в связи с ограниченным режимом работы в среднем 30-35 человек за день. Но и этого достаточно для того, чтобы устроить библиотекарям настоящую головную боль. Иной раз вот просто до абсурда доходит. Такие произведения, которые, да, их нет, того же Бианки мы буквально вчера искали, вот взяли, нет, дайте сюда. Вот столько произведений у него, что можно о природе, но нет, это вот лицей, да, надо было найти. Вот книги нет такой, нету ни в собрании сочинений, да, мы из интернета распечатали. Но вот это вот стоит полстранички и давать ребенку для прочтения, либо, вот я говорю, даже того же Пушкина, птичку Божью. Ну, четыре строчки, ну зачем? Ну, вот дети приходят, да, вот, посмотрите, у нас сколько это лежат, просто все распечатанные. Мы даже даем вот здесь прочитать, ребенок здесь прочитал, чтобы домой это не носить. Ну, ради чего? Очень много проблем с алтайской литературой. В списке есть книг или нет вовсе, или их катастрофически не хватает. Библиотекари вынуждены просматривать все возможные источники, чтобы хоть как-то помочь детям выполнить летние задания. Абсурда добавляет и возрастная маркировка. Например, эта книга в списке литературы предназначена для детей среднего возраста, то есть 12+. Издатель ставит маркер плюс 16, и теперь по закону книга должна перекочевать из детской во взрослую библиотеку. Мы сейчас уже подозреваем, что издательство специально накручивает возрастную вот эту вот ленту, отодвигая, чтобы книга продавалась. Мы знаем, что, допустим, подростки читали-читали всегда одного автора, 12-летней девчонки. Здесь он у нас, вот новый приходит, последний поступление, а она ставится 16+. Кто страхуется, непонятно, но мы выглядим уже несколько иначе. И читателю уже от этого приходится страдать. Издатели страхуются, а школьная программа требует. Опять же, библиотекарям приходится изыскивать альтернативу и отдельные произведения выдавать детям в упрощенных вариантах. Если мы раньше того же Робинзона Круза читали только там в 7-8 классе, сейчас ребятишкам во 2-3 классе дают по спискам на лето эти произведения читать. Поэтому здесь вот так вот четкой такой градации никак не может быть. От сказок до классики, от классиков до современных авторов. Под возрастную маркировку по закону попадают почти 50% книжных фондов современных библиотек. Кстати, настоящий специалист и сам может определить, дорос читатель до книги или пока нет. Популярный автор Чак Паланник, Джеймс вот этот вот «50 оттенков серого» и все там прочее в трех книгах, вот это все расписано. Поэтому, конечно, если мы видим, что читателю 16-15, мы ограждаем от этих книг. Просто говорим, что данная книга отсутствует на руках. Впрочем, если родители уверены, что их ребенок морально готов к серьезной литературе, они могут прийти в библиотеку вместе с ним. И заветная книга будет выдана на руки. Разумеется, если речь не идет о 18+. Марина Волкова, Иван, Зяблицкий, Будни. Часами за компьютером. Теперь для того, чтобы поступить в ВУЗ, достаточно иметь доступ в интернет. В этом году учебные заведения практикуют уникальный формат приемной кампании. Абитуриенты подают заявление о зачислении онлайн. О том, с чем приходится сталкиваться выпускникам и приемной комиссии, знает Ульяна Мурашова. Пандемия внесла коррективы и в работу российских ВУЗов. 20 июня в стране стартовала приемная кампания. Но в этом году она проходит в новом формате, у которого, конечно, есть свои плюсы и минусы. В этом году приемная кампания осложнена тем, что она проходит в дистанционном режиме, то есть в режиме онлайн, а не при личном приеме. То есть, что это значит? Студенты должны зайти на наш сайт, выбрать вкладку «приемная комиссия» либо поступающим, и, собственно, следовать дальше инструкциям, которые есть на сайте. То есть загружать те документы, которые необходимы. Ну, это, как правило, аттестат об образовании. Дальше не надо прикладывать сертификаты ЕГЭ. Ждать их тоже не надо, поскольку мы проверяем сами результаты ЕГЭ. Так делают все ВУЗы. Конечно, при живом общении о нюансах рассматриваемой специальности можно было узнать больше. Сотрудники приемной комиссии могли подсказать абитуриентам, куда проще поступить с определенным количеством баллов, а также могли подробнее рассказать о самом ВУЗе. Но все равно, несмотря на новые технологии, основную работу делают не компьютеры, а люди. Поэтому абитуриенты могут позвонить в приемную комиссию и уточнить какой-либо вопрос. Как говорят в институте, также в этом году сложно спрогнозировать результаты приемной кампании. Еще есть одна очень большая тонкость, которая нам совсем не нравится, всем ВУЗам. Это те два дня, в которые человек может подать согласие на зачисление. То есть раньше он мог это сделать в течение всей приемной кампании, а сейчас он может это сделать либо при подаче документов, либо только 22-23 августа может сделать. Если он не подал согласие на зачисление, то есть не поставил галочку в какой-нибудь ВУЗ, мы не имеем права его зачислять. Бумажная волокита у абитуриентов все равно осталась. В некоторых ВУЗах прежде чем подать заявление о поступлении онлайн, нужно подготовить ксерокопии документов. Надо сначала ксерокопировать все свои документы, потом подать эти документы, затем ты распечатываешь заявление, готовое уже, расписываешься везде, заново его сканируешь и потом отправляешь. Это ужасно неудобно. Одно заявление в один ВУЗ занимает два часа, и ты сидишь уже на нервах, все виснет. Что-то подается через госуслуги даже. Там нереально вообще как-то подавать заявление. И это очень неудобно. Чтобы получить заветный аттестат, хочешь не хочешь, а школу окончить нужно. Только в случае с первоклассниками всем процессом поступления занимаются родители, которым, кстати, повезло. Ведь онлайн-формат появился в школах еще до пандемии. Уже на протяжении трех лет это точно. Сейчас прием документов осуществляется через портал госуслуг. То есть родители подают заявление. В течение трех дней автоматически к нам приходит это заявление. И родители уже с оригиналами приходят к нам для того, чтобы ребенка своего оформить. Плюсы заключаются в том, что не надо в школу идти, не надо там, допустим, как-то подгадывать, когда встретиться с секретарем и так далее. А минусы заключаются в том, что дети, ну это как всегда было, так и остается, что прием документов осуществляется только по месту жительства. Из плюсов уникальной формы подачи документов можно отметить и то, что шансов у иногородних студентов появилось больше. Ведь теперь им нет нужды специально куда-то ехать ради одного заявления. Также те, кто не поступил в первую волну, не рискуют опоздать с подачей оригиналов в другое учебное заведение. Ульяна Мурашова, Иван Зяблицкий. Будни. Аномальная жара на Алтае до 6 августа. Синоптики прогнозируют в регионе жаркую погоду. Максимальная температура воздуха ожидается в пределах 30 градусов и выше. И от такой погоды, как сегодня мы выяснили, многие уже просто устали. Ну, у нас-то еще более-менее. А вот Омск и Омская область вообще задыхаются от жары. Ничего мне нравится, все хорошо, тепло. Очень устали. А почему? На девятом этаже живем, представляете? Да, что еще сказать? Ну, ходишь и всегда мокрый весь. Вот я сейчас пройду и мокрый все. И тем более, что я еще и старая. То есть и на здоровье, да, еще как-то это сказывается? О, еще как. Голова постоянно болит. И круто. Вот так вот качает. Лето должно быть летом. Ну, видите, лето прям вот лето. Да, 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 да. Прекрасное лето. От жары еще не устали? Нет, не устала. То есть хотелось бы, да, чтобы продолжалось? Продолжалось еще месяца два. Высочайший уровень подготовки и несгибаемый характер. Все это о них. Бойцы ВДВ отметили свой праздник. Крылатой пехоте исполнилось 90 лет со дня основания. Из-за непростой эпидемиологической обстановки праздничные мероприятия в Биевске отменили. Однако, несмотря на ограничения, бойцы ВДВ по традиции все же пришли к мемориалу славы воинам-бийчанам и возложили там живые цветы и гирлянды. И пришло время рассказать о погоде. Итак, завтра, 4 августа, в Биевске будет ясно. Ветер северо-восточный слабый. Да, вечер атмосферное давление будет в пределах нормы. Далее оно понизится. Влажность воздуха утром будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное. И о температуре ночью плюс 18, плюс 20, днем плюс 27, плюс 29. Что ж, это все новости на сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого вечера. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, несмотря ни на что, улыбайтесь чаще. Мы напоминаем, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях в группах «Биевск мой город», на канале YouTube, а также на сайте газеты «Биевский рабочий» в биворг.ру. Всего доброго, счастливо. Пока. Еще увидимся.